Итак, рад всех приветствовать. Меня зовут Андрей Жариков, я преподаватель школы программирования и ведущий Московской Академии Компьютерных Технологий, нового нашего проекта, который мы в ШП запускаем для того, чтобы обучать самым современным компьютерным технологиям всех желающих подходам, делиться опытом и так далее. И в этом вебинаре мы с вами проведем обзор сейчас одних из самых востребованных направлений, подходов, веб-технологий, библиотек, фреймворков и так далее и тому подобное. В общем, чтобы вы знали, какие сейчас самые современные приемы есть, библиотеки, подходы, инструменты и так далее, чтобы вы могли их использовать и быть топовыми профессионалами, а не просто новичками, которые знают что-то из серии Hello World и так далее. Со своей стороны я уже программированием занимаюсь профессионально 10 лет, а вебом уже 7-8 примерно так, соответственно, будет чем поделиться. По регламенту этого выступления скажу очень коротко и ясно. У меня есть жесткий лимит, потому что следом за этим вебинаром, собственно, идут занятия, которые я веду. У нас максимально это час, из них две минуты уже прошли, поэтому все будет очень сжато, очень коротко, очень по делу, именно обзорный вебинар. Все вопросы прошу задавать тоже по делу и по поводу тех тем, которые я рассказываю. Про другие я с удовольствием бы мог поговорить и обсудить, но времени не хватит, поэтому все только строго по программе пойдем. Вот, иначе ничего не успею рассказать. Мы и так будем голопом по Европам рассматривать вещи, но чтобы у вас были ориентиры, куда двигаться, чем заниматься и так далее. Для тех, кто хочет узнать больше подробностей, скажу в конце еще, что можно сделать. Ну, конечно же, можно в компьютерную нашу академию прийти. Ну что же, да, напомню, что кто будет в чате вхлудить, ругаться, задать вопросы не по делу и показывать другим участникам, что вот он самый умный, буду банить несчадно, потому что 200 человек, а времени мало. Ну, теперь давайте начинать. Значит, сегодняшняя веб-разработка у нас очень многогранная, да, много всего используется. Например, разные библиотеки, да, jQuery для того, чтобы работать с элементами на странице, да, jQuery, UI, мы потом поговорим, для того, чтобы отображать всякие динамичные, там, календари, выпадающие списки, да, там еще что-нибудь. То же самое jQuery для Аякса, какие-нибудь компоненты для отображения табличек, да, и прочее, прочее, прочее. И возникает такая вот проблемка с тем, что неудобно эти все зависимости в вашем проекте руками скачивать, руками устанавливать, там, и так далее. То есть, прикиньте, что у вас, например, на том же самом JavaScript-е десяток библиотек, которые в разных местах на сайте подключены, да, вот jQuery, jQuery, UI, потом что-то для работы с сервером, потом какой-нибудь бэкбонд, про который мы сегодня поговорим, да, потом еще ваши какие-то модули и так далее и тому подобное. Вот, надо это все при разворачивании проектов, например, скачивать, устанавливать, следить за тем, что у всех библиотек актуальные версии, если надо версию заменить, это неудобно. Короче говоря, делать все это вручную очень неудобно, нехорошо, было бы намного лучше, да, если бы вы просто для любой вашей программы могли составить, ну, для веб-приложения список зависимостей, которые у вас есть, и какая-нибудь прекрасная утилита сама все это скачала, установила и сама бы следила за версиями и так далее. Вот, и именно для этой цели сделан такой пакетный менеджер для веба, Bower, который сейчас на экране показан, от компании Twitter. То есть суть очень простая. Кто-то сталкивался, может, с похожими вещами, такими как NPM, кто-то знает систему гемов в Ruby, кто-то знает в Linux систему репозиториев и пакетов. То есть смысл в чем? Очень простой, что вы устанавливаете себе один раз вот этот пакет Bower, и, ну, сейчас вот должно быть, достаточно все на экране хорошо видно, и вы, сейчас вот напишу, пишите, например, что вот у вас есть какой-то проект, такая-то там его версия, у него есть какие-то зависимости, dependencies, да, вы прописываете, какие ему нужны для работы зависимости, там какая версия jQuery, какая Bootstrap и так далее. Создаете этот файлик, потом одной командой Bower install запускаете этот Bower, он тут же автоматически находит нужные вам версии, скачивает, кладет специальную папочку. Вы потом просто подключаете нужные вам файлы, вот, из специальной директории с установленными компонентами, и вообще хорошо. Так, если вообще Bower, ну, хорошо, Bower, я честно не знаю, как правильнее, пусть будет Bower, вот, и он не то, что был изначальной частью Йомана, он используется, да, в Йоман, насколько я помню, вот, и, собственно, чем хороша утилита, да, то есть вы можете легко скачать библиотеку любую, просто по ее названию, да, например, тот же самый Backbone, jQuery, Underscore, легко удалить, легко обновить, заменить версию, при этом не надо запоминать, с какого сайта и так далее. Хорошая штучка, очень проста в использовании, очень легка. Плюс, бонусом, что вы получаете, на вот этом же сайте Bower, вы можете нажать Search Packages, вот, и, опять-таки, в чем прелесть вот этих систем распределенных, репозиториев, там, систем управления пакетом, Bower, да, Composer, которым тоже скажем. То есть есть список этих пакетов, и можно легко искать пакеты для нужного вам случая жизни. Ну, например, введем чарт, да, видим, так, увидим список пакетов, предназначенных для рисования графиков, причем увидим тут же ссылочки на описание этих пакетов, увидим, сколько звездочек, сколько в избранном, да, то есть еще как бы по рейтингу можем посмотреть, какие пакеты самые популярные. И это в том числе удобно тем, что, когда вы решаете какую-то задачу, вы можете зайти на этот вот сайт Bower, да, и посмотреть, какие здесь вообще готовые пакеты, чтобы не изобретать велосипед. И вот как там спрашивали, это не только под Nix, это под любую систему, Win, Nix, там, Linux и так далее. То есть вы нашли, допустим, пакет Chart.js, там, пошли по ссылкам на GitHub, почитали описание, все про него узнали, вам понравилось, в одну строчку установили его свой проект, набрали просто Bower, Install, Chart.js. Все, красота. И одной строчкой потом скриптом подключили эту библиотеку. Такая вот классная штука, пользуйтесь. При этом, когда вы распространяете ваши исходники, да, вы можете не тянуть все эти библиотеки за собой, а положить один простенький фалик с описанием зависимости, и можно будет легко развернуть это ваше приложение на любом хосте, просто выполнив эту команду, которая автоматически все зависимости установит. Причем, если у какого-либо пакета есть под зависимость, они тоже будут установлены автоматически, не будет никаких конфликтов. То есть, все очень хорошо, так же, как система репозиториев в Nix. Пользуйтесь на здоровье. Вот он умеет и Bootstrap скачивать, да, кто там спрашивал. Вот Bootstrap, пожалуйста, 66 тысяч звездочек. Вот же Query. То есть, все популярные там вещи есть. И больше никогда не надо мучиться с установкой чего-либо там по FTP, скачиванием, загрузкой. Не нужны эти мучения. Все, забудьте про них. Лучше один вечер потратить полчаса на изучение основ работы с Bauer, и все будет хорошо. Значит, да, ну не только для JS, но в первую очередь для JS. А для PHP есть почти такая же штука. То есть, идею я рассказал, все то же самое. Это управление пакетами, это управление, точнее, зависимостями. Для PHP, Composer называется, Compositor. Собственно, по ссылке getcomposer.org можете прочитать, gettingstarted, documentation. И по ссылке browse packages можете зайти, посмотреть, какие там есть эти самые зависимости. Можно установить, да. Например, сегодня мы упомянем систему тестирования и систему PHPUnit. То есть, я могу тут набрать, например, название PHPUnit с помощью Composer и также в один вызов одной команды его установить эту систему. И обратите внимание, в этой системе тестирования я вижу сразу рейтинг. Ну вот. Миллион четыреста двадцать три скачивания за все время. Да, если зайду в описание, посмотрю там, сколько за текущий месяц ее скачивали. То есть, я могу очень быстро искать популярные пакеты, самые востребованные. Ну, не надо, думаю, объяснять, чем хороши более популярные пакеты. Вот. Более стабильные, часто возможности больше и так далее. Вот, увижу, за этот месяц шестьдесят шесть тысяч человек скачало этот пакет. Причем, зашел я, допустим, в описание этого пакета, я вижу там список версий, которые я могу скачивать, прочую всякую информацию, организованную там ссылки на документацию и прочее. Я вижу еще теги. Например, меня интересует тестирование. Да, вот я могу нажать на тег «Тестинг» и, пожалуйста, мне будет список различных пакетов выведен для тестирования. Вот я увижу самые популярные, там, по полмиллиона загрузок и прочего. То есть, могу посмотреть, поизучать. Для расширения кругозора очень крутая штука. Вот. То есть, например, когда я там ищу, допустим, компонент для вывода графиков. Ну, допустим. Давно я не смотрел, какие есть. Я там в Bauer вбил, чарт посмотрел, самые хитовые. Ну, естественно, гуглом тоже пользуюсь. Хороший такой инструмент. Для PHP все то же самое. Просто другая штука. Так. Окей. Для чего так сложно все писали? Сейчас я вернусь в чат. Для чего так сложно? Так это просто. Вот когда вы применяете только HTML и CSS, и все ручками делаете, вот вам тогда и сложно, если вы ведете большой проект. То есть, если вы еще не столкнулись с этим, значит, вам это еще пока не надо. Не пользуйтесь, радуйтесь. На самом деле, люди, которые уже сталкивались, они знают, сколько это времени экономят. То же самое jQuery подключить. Когда вы это 10 раз делаете, там, 10 разных версий распространяете и так далее. И все зависимости. Нет, это все очень важно. Это сильно экономить время, силы и нервы. И справочник такой хороший для поиска модуля. Ну вот. Значит, давайте дальше пойдем. Что у нас еще есть? В зависимости поразбирались. Про HTML, CSS не будем говорить, потому что это все по ходу используется. Так, а теперь про jQuery, jQuery. Ну, про них, я думаю, на самом деле все практически знают. Для чего используется jQuery, или я не знаю, как вам нравится называть jQuery. Вот, да, Кузьмич, если еще будет много чего писать, забаним. Так, пока не будем. Значит, для чего используется библиотека jQuery. В основном для того, чтобы из JavaScript манипулировать данными на страничке. Вот, так, прошу прощения, сейчас чат все-таки сверну и буду неадекватов все-таки банить. Пусть им будет неповадно. Так, подождите. Да, вот. Вот так. Теперь нам будет легче. Значит, смотрите, учитесь, кто же против. Значит, jQuery используется для чего? Для манипуляции данными на странице. То есть, очень частое самое любимое применение jQuery, это для динамической подгрузки чего-либо с сервера и отображения тут же на странице без перезагрузки. То есть, технология AJAX. Вот, для этого чаще всего используются jQuery, плюс для всяких манипуляций. Значит, в совокупности с специальными плагинами, которые вы можете устанавливать, это приводит к тому, что вы видите все динамические компоненты. То есть, календарики динамические и так далее, да, удобные таблицы с сортировкой динамической, да, динамическую подгрузку комментариев, там, а-ля, как ВКонтакте и так далее. Вот, поэтому уже как минимум для этих целей jQuery стоит изучить, он является таким стандартным де-факто. Вот, очень много элементов визуальных сделано с его помощью. Там, таблички всякие, выпадающие списки красивые, да, навороченные, там, деревья всякие и так далее. Вот, ну, вот такое вот его основное назначение. Да, облегчает, две вещи, облегчает манипуляции с дом, то есть, используется фактически сейчас как стандартный де-факто почти для всех нестандартных компонентов. Там, таблички сложные, многие графики с его помощью написаны и прочее. И второе, облегчает взаимодействие с сервисом через AJAX. Есть, конечно, отдельные библиотеки, но jQuery такая, все в одном умеет. Вот, к тому же есть мобильная версия этой библиотеки, в принципе, все то же самое в мобильном варианте. Значит, библиотека небольшая, маленькая, и, ну, на данный момент это все не так важно. Размеры эти библиотек, они там сжимаются и тому подобное. Так, почему я от всех слышу AJAX, хотя это отбертка над XMLHttpRequest? Потому что это не только XMLHttpRequest и так далее. Посмотрите, AJAX это сама концепция, как мы обмениваемся данными серверами. Значит, про jQuery я сказал. jQuery UI это как раз набор больших полезных компонентов для построения динамичных интерфейсов, я уже говорил. Ну, самый вот такой вот пример, сейчас вам скажу, давайте посмотрим. Это какой-нибудь date picker, который все видели, например, на сайтах тех или иных. Выбор даты, вот такой вот попадающий календарик. Пожалуйста, на чистом JS не делайте. Точнее, зачем это самому писать, когда это все за вас уже готово. Там есть компоненты, еще намного другие случаи в жизни для создания диалогов, всплывающих и прочего. То есть, если не претендовать на супер навороченный какой-то сложный интерфейс, то можно с помощью jQuery, jQuery UI быстренько собрать. Когда вам этого уже недостаточно, вы можете захотеть использовать более продвинутые фреймворки для написания своих приложений. Когда у вас пару календариков на странице и прочее, это вас не волнует. Организация кода у вас очень простая, потому что у вас какие-то пара JS файлов. А вот если вы делаете уже большие приложения, так называемые Rich Applications, например, не знаю, там целая программа ведения бухгалтерии или учета личных финансов, или какая-нибудь финансовая аналитика, в общем, или какая-нибудь CRM, сложная какая-то штука навороченная, и она вся работает на JS практически. Вот, браузер, там без перезагрузки, очень сложная по структуре. Тут уже одним jQuery не обойдешься, как правило, надо с помощью чего-то структурировать свои приложения. Тут вот возникает такая тема, как, так, сейчас посмотрю, библиотеки типа Backbone и Angular. Значит, посмотрим на Backbone для начала, Backbone.js.org. Для чего это надо? По сути, это набор таких функций для удобной организации вашего приложения. То есть, для того, чтобы вы могли легче отделить представление данных, то есть, то, что вы видите на экране, от модели. То есть, то, что вы на самом деле храните, там, какие-то списки пользователей, вот, какие-то данные о ToDo-листе каком-нибудь и так далее. Вот, для того, чтобы их удобно разделить, для того, чтобы модель удобно отображалась с помощью шаблонов, шаблоны удобно возвращали там события какие-то в модель, да, для того, чтобы это легче и проще писать, есть набор полезных функций. И если вы еще не сталкивались с такими вещами, рекомендую для начала посмотреть туториал про Backbone.js. То есть, что оно позволяет вам вкратце сделать? Вот, если посмотреть здесь какой-нибудь кусочек кода, она вам позволяет внедрить систему шаблонов в ваше приложение, довольно удобно. Отделить, кто знаком, да, с концепцией MBC, хранение данных от шаблонов. И удобно прописывать обновление данных на сервер, загрузку сервера, скачивание сервера, загрузку на сервер, удаление на сервер и так далее. И удобную работу с событиями. Сложно, на самом деле, вот так вот, показав все это, донести, ну, как бы, крутость Backbone, его полезность. Проще посмотреть примеры каких-то приложений на нем. То есть, вот, например, здесь простейший to-do-лист. Он разбивается на то, что есть модели, задач, есть их коллекции, есть списки, есть шаблон отображения этих задач. Есть стандартный метод для взаимодействия с сервером. Если он разработан так, что он поддерживает REST API, если оно у него есть, да. В одном месте собраны все события, на которые реагирует шаблон и которые обрабатывает модель. С другой стороны, у модели есть свои события, на которые могут реагировать шаблоны. И, в общем, ряд методов для работы с коллекциями, синхронизации всего там на сервере. Ряд методов для удобной организации в приложении, навигации. То есть, да, когда вы хотите, чтобы в вашем приложении, несмотря на то, что он находится все целиком на одной странице, да, ну, вы же можете организовать навигацию с помощью кнопок вперед, назад, как будто бы вы переходите по разным страницам. Вот эти там вот есть функции и другие вспомогательные. В общем, для этих целей, бэкбон, для изучения таких вот каких-то базовых вещей, он подходит. Он не то, чтобы реализует MVC. Да, запись будет. Можно чат скрыть, да, пожалуйста. Но вы не обращайте внимания лучше. Вот. Да, это будет проще. Я думаю, если я сейчас начну всех удалять, можно его просто заблокировать. Ну, как бы, не буду, не буду, да. Может, и лучше на него просто тогда, как бы, не смотреть. Смотрите на меня, на то, что я показываю. Вот, да. Я иногда там кое-что посматриваю, вопросики. Ну, а то есть, в общем, бэкбон поизучайте, если вы ни с чем этим не знакомы. Можно посмотреть различные туториалы и, в общем, такая хорошая штука. Значит, в чистом виде MVC оно не реализует, но есть, как бы, модель, есть, как бы, шаблон. И, ну, там шаблон и контроллер, он, как бы, два в одном. Такая смешанная штука. Ну, в общем, полезные такие вещи. Если вы хотите, значит, делать еще более сложные вещи, еще более быстрые и освоить черную магию практически, ну, так шучу, то есть смысл присмотреться к AngularJS, но тут такое дело. Значит, объясню еще так, зачем в том числе нужен бэкбон, ангуляр и так далее. То есть, если вы не верите мне на слово, что это хорошо для продвинутых приложений, вот, то скажу так, что когда вы выучиваете еще и бэкбон, ваша востребованность на рынке труда сильно выше. Потому что человек, который знает бэкбон, он намного чаще кому нужен, чем человек, который не знает бэкбон. То есть, объясню еще и так. Человек, который знает ангуляр, востребованность тоже высокая, но далеко не такая большая сейчас, как у бэкбона. Поэтому дело-то хорошее, очень перспективное, но сложнее в изучении для начала. И пока не так стабилен, пока не так распространен, но другой у него подход, но тоже очень многие штуки круто позволяет делать. То есть, например, прямо вот здесь, вот как на экране показано, прямо в шаблоне можете показать, какие контроллеры отвечают за вывод какого куска кода, какие ссылки на что реагируют, какие обработчики сразу в вашем контроллере чего должны вызывать, какие у вас есть автоматически повторяющие секции, каким полям модели у вас тот или иной контрол привязан, то есть идея такая, когда у вас что-то динамически обновляется в шаблоне, когда у вас какие-то события возникают на клиенте, ваша модель это узнает и может на это отреагировать что-то на сервер, отправить, сохранить, удалить, изменить и так далее. Когда у вас что-то меняется в модели, у вас тут же динамически все изменения отражаются в шаблоне. Вот это основная идея, которая стоит и за бэкбоном, и за ангуляром. Просто в ангуляре это все более автоматически делается, а в бэкбоне больше кода для этого пишите. В ангуляре больше магии для этого. Вот такая штука. Значит, теперь про лес и САС. Да, просили рассказать. Я тоже хотел рассказать про них. Значит, смотрите. Что такое лес и САС? Значит, допустим, мы не любим изобретать велосипед и для оформления используем библиотеку Bootstrap. Вот, кстати, тоже хорошая тема. Надо было упомянуть. Библиотека, которая содержит кучу CSS-классов на различный стиль жизни для удобной верстки, например, как это сказать, сеткой. Вот, для модульной верстки. Вспомнил, блин, с головы летел, как называется, да. Библиотека оптимизирована под то, чтобы стили работали хорошо на разных устройствах, и на планшетах, и на настольном компе, и так далее. То есть, стоит изучать еще хотя бы по этому, чтобы не морочиться с написанием кроссбразов стилей, тоже каких-то простейших компонентов на джаваскрипте, которые тут тоже есть, там, типа, карусельки. Сейчас покажу. Так, ну, загрузится немножечко. так, ну, вот всякие окошки модальные, да, какие-нибудь там слайд-шоу, выпадающие менюшки навигационные, так, сейчас найду какую-нибудь здесь из них. Вот, выпадающие менюшки, табы, переключалки и так далее. То есть, самому это делать, ну, как бы, зачем? Берете готовую библиотеку, подключаете с помощью того же Bower и быстро получаете нормальный стиль и нормальный набор компонентов и это фундаментом является вашего приложения. Тоже, тоже Bootstrap очень востребованная штука, потому что на нем быстро можно почти все что угодно запрототипировать, поэтому изучайте это дело. Как подключить смотрится на сайте Bootstrap, либо вбиваете в Яндекс как подключить, либо изучаете Bower и одной строчкой подключаете. сейчас об этом не будет, давайте о назначении. И вот, допустим, мы используем Bootstrap, все у нас хорошо, но мы хотим менять тему оформления, например. Хотим, чтобы у всех кнопок стали вдруг другие какие-нибудь, не знаю, модные 3D с CSS кнопки стали. 3D CSS то есть обычно, если мы пишем CSS код, с ним беда. С ним беда в чем? Мы очень часто себя повторяем, потому что у CSS кода нет такого понятия как переменные, у CSS кода нет такого понятия как функции, в CSS коде используется часто много хаков для поддержки разных браузеров и трюков и так далее. То есть, в общем, CSS он во многом морально устарел. Значит, и чтобы не мучиться с такими штуками, например, как обновление цвета в одном месте, чтобы он везде у вас обновился в CSS, как пример, можно использовать такие динамические языки, которые в итоге преобразуются в CSS, которые называются Лес, САС, ну и есть еще другие системы, Лес, САС одни из самых популярных. То есть, в чем идея? Вот, допустим, вы пишете, как вот показано сейчас на экране, так, давайте посмотрим, ну, какой-нибудь, какой-нибудь CSS-код. Задали там базовый цвет, который используется в вашей теме. Используйте его потом везде, где угодно. То есть, если вам надо будет когда-нибудь изменить цвет своей темы повсеместно, в CSS это было бы сложно, вам нужно было бы все время замены это делать и так далее. Здесь, в Лес, вы ввели переменную, которая везде потом используется, один раз ее заменили, все стили обновились. Самый простейший пример, для чего это может быть нужно, да? Если у вас, допустим, от этого цвета еще много чего зависит, например, у вас есть целая гамма цветов, да? В два раза там ярче, в два раза тусклее и так далее, то здесь, в динамических языках, вы можете использовать формулу, здесь вы можете использовать функции для расчета чего-либо. И на экране, да, то есть, самые пытливые пока уже смотрят, как это можно использовать, показано, как это все делается, да? Вот, например, где-то вы можете использовать для бордюра, для цвета бордюра, да, более светлый на 30%, чем базовый цвет. Удобно же, классно, в CSS такого вы не добьетесь. Вот, вы можете использовать функции, например, надо вам где-то быстро прописать box shadow, да, тень для какого-то элемента. Вы можете сделать это как бы функцией с параметрами, потом переведать в эту функцию нужные вам параметры и везде будет подставляться нужный вам код сразу для всех браузеров, там, так далее, и тому подобное. То есть, в общем, это сильно экономит ваше время при написании и поддержке больших длинных CSS-ов. А в больших проектах это не редкость. Пока у вас все мало и просто, ну, все хорошо. Вот, и лес, и SASS, и другие, они потом преобразуются в CSS, есть специальные инструменты для этого, там спрашивали, долго это или нет. Нет, это быстро, и тем более, я надеюсь, что у вас, как у продвинутых разработчиков, там, не самые слабые компьютеры, это все довольно быстро делается. То есть, надо понимать, что в конечном итоге все это преобразуется в CSS, но вы меньше паритесь, когда это пишете. То есть, также, когда вы пишете на языках высокого уровня, да, это все-все равно в итоге частенько преобразуется в машинный код, да, там, или в байт-код. Но вы по этому поводу не заморачивайтесь, вам так проще, удобнее, короче. Лес популярная штука используется в Bootstrap, в том числе. Sass другая популярная штука. Не сказать, что что-то однозначно лучше, однозначно круче. Можете просто на досуге почитать про лес, прочитать про Sass, выбрать то, что вам больше нравится, сравнить их, как бы почитать обзоры и использовать. И то, и то хорошо. Тот же самый, например, Bootstrap изначально пишется на лес. Есть также версия портированная на Sass. И в принципе у Sass есть какая офигенная штука, какое классное преимущество. Есть такая библиотечка под Sass, Компас называется. Компас-сс. Да, как бы. Игра слов. Которая обладает большим количеством функций, которые позволяют легче делать все кросс-браузерное, навороченное и так далее. То есть, если мы откроем ее, допустим, документацию и посмотрим, какие там есть возможности. Ну, зайдем в типичную историю с BorderRadius. Все знают, что для того, чтобы были нормальные бордюры во всех браузерах, надо прописывать разные свойства для разных браузеров и так далее. Здесь как проще. Вы подключаете эту библиотечку, у вас появляется функция BorderRadius, вы просто передаете туда нужные атрибуты, параметры, все, у вас в итоге будет сгенерированный кросс-браузерный код. Ну и так далее. Это на очень простом примере показано, зачем это надо, но опять-таки здесь уже за вас решено большое количество задач. То есть, как сделать кросс-браузер, например, множественные фоны там в блоке, еще какие-то вещи, еще какие-то вещи. В принципе, если даже до компаса не дойдете, если вы ограничитесь применением Лес и САС, уже огромное количество времени и сил себе сэкономите. Надо просто начать это изучать. Пример с переменной, да, для использования в теме, он такой самый, ну как бы, самый простой и очевидный, да, когда это сильно экономит вам время. Но поверьте, там еще много есть возможностей прекрасных. Так, значит, про это поговорили. С чего легче начать и то и то легче. Возьмите Лес или САС и вперед. Теперь переходим к инструментам сборки. С ними какая история? Чем они отличаются? стилем, функциями, там, синтаксисом, возможностями немножко. Ну вот. Значит, смотрите, вот, есть у нас уже, допустим, какие-нибудь там Лес и САС файлы, которые надо преобразовать в CSS. Надо, естественно, чтобы какая-то программа это автоматом желательно делала, когда мы их правим. Еще, допустим, у нас есть в проекте ряд JavaScript файлов, которые у нас в распакованной версии для отладки, которые не сжаты, которые много весят. Для отладки это нам удобно, но когда нам надо релизить проект, выкатывать на сервер, их надо сжимать, упаковывать для защиты от зломщиков, для того, чтобы меньше трафика была, нагрузка и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы браузер скачивал один файл, в который все склеено, а не десяток, потому что один файл скачать быстрее. В общем, есть куча рутинных таких задач, которые надо по-хорошему автоматизировать при использовании всех этих продвинутых инструментов. Вот, то есть, есть задача, допустим, по выкатыванию релизной версии, по выкатыванию девелоперской версии, по автоматической перекомпиляции SAS-LESS, по автоматической перезагрузке страницы в браузере для тестирования, когда вы правите исходный код и так далее, и тому подобное. Но чтобы все это, не дай бог, не делать руками, есть два классных инструмента. Степан, вот вы пишете про бранч или мимоза, они тоже классные, но они немножечко с другим акцентом. Я расскажу про два самых мощных, самых популярных. Это Грант и Гальт. То есть, идея в чем? Про среды разработки, увы, не успею, отдельная история. Могу только сказать, что я пользуюсь WebStorm, и все продукты JetBrains мне нравятся, а больше тут особо пока сказать нечем. Так вот, значит, есть инструменты типа Грант или Гальт, которые предназначены именно для этой задачи. То есть, идея в чем? Ставите себе этот инструмент, например, Грант, один из самых распространенных. Вот тут на экранчике показано, чем он занимается. Он автоматически компилирует, например, CoffeeScript, лес, сас, стайл, шаблоны, там, handlebars, jade, делает кучу всего, что вам надо, автоматически. То есть, консольная такая утилитка. Вот. вы пишете для нее конфиг. Сейчас вам где-нибудь sample.grant.file. Вы пишете для нее специальный файл конфигурации. Тут сейчас на сам файл смотреть не надо, он может быть довольно страшным, сложным. Но смысл в том, что вы пишете конфигурацию и говорите, вот за этими файлами ты, например, следишь, и когда они меняются, выполняешь вот такие задачи. Например, автоматическая проверка JavaScript на корректность, на красивый стиль, автоматический запуск каких-то юнит-тестов, о них мы еще поговорим, да. Вот. Допустим, когда запускается просто какая-то команда, ну, вот здесь как бы dist, да, для распространения приложения, да, надо, допустим, взять все исходные файлы, положить в какую-то папочку для релиза, да. Может быть, их понадобится сжать, может быть, еще как-то обработать, может быть, что-то компилировать. Пожалуйста, вы можете задать одной командой скомпилировать для релиза, одной для тестирования, да, там, третьей минимизированную версию, четвертую минимизированную. То есть, это может работать как в ручном режиме по приказу, так и автоматически при изменении каких-то файлов. То есть, вплоть до того, подчеркну, что вы меняете, допустим, верстку странички компилируется, у вас даже браузер сам перезагружает страницу, которую вы тестируете, чтобы вообще минимум, как бы, рутина вы руками делали, занимались, то есть, тем, что надо, там, отладка, разработка и так далее. То есть, чем хорош грант? грант, десктутные есть приложения для всего этого, без вопросов. Мы сейчас говорим, кстати, исключительно о бесплатных инструментах. Грант, чем хорош, что он безумно распространенный, огромное количество людей им пользуется, огромное количество плагинов есть для него почти на все случаи жизни. Вот, и этим он, безусловно, хорош, то есть, он рулит. Чем он плох, на мой взгляд, и на взгляд многих людей, до поры до времени он был почти единственным таким, да, и сейчас он один из самых навороченных. Но чем он плох, что эти конфиги писать, это задолбаешься. Реально. Они сложные, они хитрые, и работает он очень медленно по сравнению с другой разработкой. Да, это самое главное, он медленно. GALB.JS. Там был вопрос про компиляцию цифра. Смотрите, если вы используете языки типа лес и сас, это как бы свой язык там, да, и вам нужен препроцессор для этого языка, чтобы этот файл, написанный на этом языке, перевести в стандартный CSS, да, то есть, это не та компиляция, как экзешника там под Windows, но это процессинг, обработка, там, трансляция, да, этих штук, например, там, кофе-скрипт, да, такой язык, можно транслировать в JS, там, лес, можно транслировать в CSS, ну, и так далее. Вот, в общем, грант сложный, навороченный в плане конфигов, и медленный, поэтому на замену ему, на замену ему, сейчас вот приходит и активно вытесняет его во многих местах гальп.js. Идея тоже та же самая, есть плагины на все случаи жизни, которые следят за файлами, что надо делают автоматически, что надо делают по команде, но здесь другая идеология, сейчас вот посмотрим про Get Started, тут вот прям покажу, у него идеология такая, что вы пишете знакомый многим JavaScript код для описания того, что в каком случае вам надо делать, то есть подключили нужные вам плагины с помощью всяких там require, это как в PHP include практически, да, или require, описали задачи, которые нужно вам в разных случаях выполнять, и все, описали, что вам надо запустить, когда файл какой-то изменился в какой-то папке, описали, что вам надо сделать, когда вы выкатываете в продакшн, например, допустим, все скомпилировать, все пожать в один файл, положить в папочку, вот, на самом деле это в многом проще, чем в гранте, количество плагинов стремительно растет под гальп, самое главное, его достоинство, в некоторых случаях, он 10 раз быстрее, ну или около того, то есть на порядок более шустрый, для сборки больших проектов, это важно, поэтому рекомендую вам его осваивать, ну то есть, если будете знать грант, то вы столкнетесь, что многие проекты его используют, если может быть чисто для себя, или хотите более быстрые вещи, то гальп, в принципе, полезно знать и то, и то, мое личное предпочтение, это гальп, вот такое вот дело, и это все, надо понимать, инструменты не только для JS, потому что вы, например, когда делаете проект на PHP, и когда у вас есть, допустим, те же CSS, написанные с помощью лес и SAS, или какие-то шаблоны, которые надо компилировать, вам тоже может понадобиться этот инструмент, вот мы сейчас дойдем до темы с тестированием, вот мы сейчас к ней плавно переходим, вот смотрите, допустим, вы делаете, почему везде суффикс JS, да, классная тема, потому что эти инструменты написаны на JavaScript с использованием Node.js, моего любимого, но, вот допустим, вы ведете PHP проект, и допустим, у вас даже JavaScript там нет, у вас есть PHP файлы, CSS там файлы, или лес, там все хорошо, нормально, проблем никаких, но у вас, допустим, есть такая задача, вы пишете тесты, для автоматической проверки того, что у вас все работает нормально и хорошо, и вы хотите, например, чтобы эти тесты запускались автоматически, когда вы правите какой-то файл, чтобы вы могли легко мониторить, что вы сейчас что-то пишете, и вы хопа, что-то сломали, а сейчас вы что-то написали, сохранили файл, вы что-то починили, какой-то кусок вашей программы, эти же вещи тоже можно автоматизировать, то есть, изменили вы какой-то класс свой в PHP, а ну-ка давайте перезапустим, с помощью этих инструментов теста, чтобы убедиться, что мы ничего не сломали, вот, это же хорошая штука, то есть, она используется, в принципе, для автоматизации всего и вся, все, что вам нужно делать, как рутинные такие операции, чтобы ручками это не делать, вот, понимаете, или можно, например, написать утилиту автоматизации, которая будет, допустим, ваши измененные исходники заливать в гид, потом, допустим, я не знаю, писать кому-то на e-mail, что вы там загрузили новые исходники, потом чуть ли не в Twitter публиковать, что вы их сделали, пересобирать автоматическую документацию, выкладывать ее на сайт, то есть, можно очень много вещей автоматизировать, в первую очередь, это инструменты автоматизации, и они хороши в любом случае, не важно, на чем вы пишете, Ruby, PHP, GS, в любом случае, это может быть полезно, чем больше проект, чем больше рутинных действий, которые должны когда-то автоматически запускаться, тем это полезнее. Вот так, значит, про это тоже рассказал, супер, значит, на Node.js вы можете ориентироваться всегда, когда вы считаете, что он оправдан, вот, и, значит, переходим к теме тестирования, которой я коснулся, вот, и потом уже к заключению, значит, тестирование, смысл такой, я столкнулся с сам этим, когда был менее опытным разработчиком, и так далее, что для многих людей программирование превращается в рутину, потому что вы что-то изменили, и вы тут же перезапускаете браузер, тыкаете разные кнопки на вашем сайте, чтобы посмотреть, как это работает, и не сломалось ли чего. Это ужасно, это обезьянья работа, это никому не надо делать по 10 раз на дню, когда вы что-то там правите, и так далее. Другая ситуация, это надо тоже автоматизировать, другая ситуация, допустим, вы делаете большой проект, там много модулем, там много зависимостей, и вы меняете какой-то класс, там, для работы, не знаю, например, с базой данных, вы проверили на той ситуации, которая вас волновала в приложении, что вы сделали какую-то новую фичу, или что-то там изменили, отрефактали, оптимизировали, все хорошо, вы довольны, вы крутые, но вы не учли то, что на следующее утро вас, допустим, ночью раз будет менеджер, и скажет, что совсем в другой части сайта, где тоже была работа с базой данных, что-то отвалилось, работает неправильно, то есть вы не можете проверять свое приложение постоянно, целиком его работают, хотя на самом деле должны, потому что очень часто, кто сталкивался с сложными проектами, знает, правим в одном месте, падает в другом, или чиним в этом месте, падает там в третьем, а вам надо, чтобы ваше приложение было целостное, всегда работало, и чтобы у вас не было этих дурацких стрессов, что вы, я уже знаю, по себе как-то бывает, ты вроде как ошибку исправляешь, но при этом боишься, что ты сейчас исправишь, быстро там зальешь, если нет автоматизированных средств тестирования, с большой вероятностью, что-то другое упадет, это беда, так не должно быть, вот, так, C++ это не про веб-разработку, поэтому хотите учите, хотите нет, по теме, значит, и чтобы вот этого не было, надо ваш код, вашу программу тестировать автоматически, так же как у вас автоматически все компилируется, так же как ваша IDE проверяет на то, что у вас везде скобочки там стоят, точкой с запятыми, и так далее, да, автоматически, для этого есть такая штука, как юнит тесты, она есть и для PHP, и для GS, и для Ruby, или для чего угодно, юнит тесты, автотесты, интеграционные, можно называть как угодно, расскажу вам пока про две просто такие библиотки, отечки, для примера, значит, для PHP, это PHP юнит, который вам показывал через тот самый сервис, композер, да, через репозиторию пакетов, это стандарт де-факто, для JavaScript, в NPM, кто знает, лежит, такая вот, мока, вот, смысл в чем, вы делаете, специальные кусочки, как бы кода, в отдельных файлах, с описанием того, что ваша программа должна выдавать, какие результаты, в каких ситуациях, ну, вот, например, ну, если называть ее, моча, или моча, как-то не круто звучит, мока, тем более, есть предположение, что это в тему кофе, мока, вот, значит, идея в чем, вы один раз описываете, допустим, что, допустим, есть сценарий логина пользователя на сайт, вы написали в специальном файлике, там, будь то GS, будь то PHP, и так далее, эту процедуру, то есть, вы описали, что идет, соединение, отправляется запрос на сервер с логином и паролем, если он правильный, должен быть, допустим, ответ один, там, должен показаться дашборд, еще что-то, если он неправильный, должен быть ответ другой, да, вот, если человек, допустим, пытается взломать систему, перебирает 100 тысяч паролей в час, значит, его должно забанить, и так далее, то есть, вы это описали, сценарии взаимодействия с вашим сервисом, с вашим каким-то компонентом, модулем, там, классом, чем угодно, вот, описали в виде теста, и написали, что должно получаться в результате, какие значения должны возвращать функции, какие ответы должен возвращать сервис, и так далее, и тому подобное, и потом, автоматически запускаете, с помощью этих инструментов, в Mocha, там есть свои, в PHP Unity, есть свои, GALP и GRAND могут, это дело все автоматически запускать, естественно тоже, запускаете тесты, то есть, вся суть в том, что это автотесты, и вот у вас, допустим, растет проект, сначала у вас один тест, что у вас должна работать форма логина правильно, потом у вас два, что у вас логин и логаут, потом три, что у вас там еще смена пароля, потом четыре, потом пять, но смысл в том, что через месяц работы над проектом, у вас может быть, например, сто тестов, и если вы пишете автотесты, для всего важного функционала вашей программы, ваша программа покрыта приложением тестами, как говорят, то как только у вас что-то сломается, в одном месте, вы запустите этот тест, с большой вероятностью, это увидите, что ваша правка, например, в классе работы с базами данных, поломала компонент авторизации, и вы знаете уже теперь, какие конкретно косяки надо чинить, может у вас логаут не работает, может логин, может еще что-то, или вы знаете, например, что, как бы там сказать, ну допустим, вы изменили компоненту для работы с серверами, и теперь вы знаете, что у вас, допустим, в дашборде надо там 10 новостей выводить всегда, вот последних с какого-нибудь сайта, отражается теперь только 5 или не отражается вообще, то есть можно тестировать ответы от сервера, который вы получаете, можно тестировать то, что у вас правильный HTML, там CSS содержимое страницы, можно тестировать то, что вам правильные запросы уходят на сервер с кодами, правильные ответы возвращаются, можно тестировать то, что функции возвращаются так, как надо, можно тестировать то, что нет ошибок, то, что не падают, все что угодно можно, в общем, тестировать и автоматизировать, самое главное, чтобы избежать обезьянной работы, не перезагружать постоянно браузер, не делать одни и те же действия для воспроизведения ошибок, Все, что делается автоматически одинаково, надо автоматизировать Вы же программист И тесты это не исключение И тогда у вас настаёт, когда вы их пользуетесь, если вы с этим столкнулись У вас настаёт в душе тишь да гладь да божья благодать Вы в любой момент можете запустить автотест и увидеть, на сколько процентов все у вас работает правильно и так далее А если у вас, допустим, возникает какой-то баг, который вы не предусмотрели Вы можете написать быстро новый автотест, править его тут же в реальном времени, наблюдая по результатам прогона автотестов, чинится или не чинится И когда он починится, у вас ещё будет тест на этот случай, вы знаете, что есть подводный камень И в следующий раз автоматом будет проверено при следующем прогоне автотеста, что ваше новое какое-то изменение в проекте не поломало Снова не возродило этот баг к жизни и так далее Таким образом, можно с помощью автотестов писать программы более быстро, более надёжно Меньше головных болей будет с отладкой, с поддержкой В общем, тоже красота, пользуйтесь на здоровье МОКО один из самых популярных для JavaScript Ну, всё, что связано, но не единственный, конечно, PHP-юнит Один из самых популярных и практически стандартов акта для PHP Есть ещё более продвинутые вещи, такие как Selenium, когда вы полностью эмулируете работу пользователя, например, в браузере Вплоть до того, что он куда-то кликает мышкой, что-то вводит в элементы формы и так далее Но это уже отдельная история такая Надо сначала хотя бы базовые вещи освоить Вот такие вот дела Я не буду говорить про преимущества МОКО с Jasmine или JSUnit и так далее Есть разные подходы Можете выбрать библиотеку, которая вам нравится Я вам рассказал про популярную, которая нравится мне Можете пользоваться другими Их много хороших разных Главное, пользуйтесь Пользоваться ими Пользоваться любой такой библиотекой намного лучше, чем не пользоваться никакой Вот, что хотелось вам рассказать По основным инструментам пробежался Ну, как честно, обещал, что Да, запись будет Что, видите, на вопросы особо даже времени не осталось Но расскажу Буду благодарен вам, если вы напишите, насколько было интересно Что, может быть, нового для себя открыло И пока расскажу, куда можно двигаться дальше Да, вот последний вопрос видел в чате Расскажу, что, понимаете Не надо считать соотношение по времени разработки теста и разработка там Как его там Самого функционала Написание тестов всегда окупается в долгосрочной перспективе Первый раз вы тратите время больше на написание теста, чем без него Второй, третий, пятый раз, когда вы это тестируете, это уже окупилось Вот, спасибо вам за комментарий Хорошо, вижу, многим нравится Теперь расскажу, что можно дальше изучать Как это и еще многое другое, на что я не ответил Да, изучать там в подробности Вот, я уже говорил, что мы этот вебинар делаем в рамках Московской Академии Компьютерных Наук Наш проект Макс И вы видите, да, вот мы сейчас пробежались очень голопом по Европам Нельзя углубиться в детали в каждую эту тему Хотя можно было бы, да, можно было бы, там стоило Вот, нюансы применения Еще много чего не затронул, да Про IDE не рассказал, которые с этим всем работают Вот, про стыковку с другими технологиями не рассказал Про логины для браузеров там не рассказал Вот, и прочее, прочее, прочее Про систему контроля версий не рассказал Про систему управления тикетами, там, багами и так далее Не рассказал Много про что можно рассказывать, да И тем более примеры некогда было показывать просто Но, если разбирать эту тему каждый раз вот отдельно Например, на тоже Лес и САС, на разбор их посвятить 2 часа А не 5 минут, да, как это было сейчас То, естественно, можно понять хорошо и преимущества, да, очень сильно И недостатки Покрутить это, посмотреть на реальных практических примерах Что-то запустить Посмотреть реальные примеры в жизни Где это применяется, что это дает Сколько кода экономит, да Составить список самых ценных ресурсов для изучения, да Там, туториала, где в документацию посмотреть и так далее Задать еще какие-то вопросы, обсудить нюансы использования Ну, то есть, в двухчасовом формате, например, это можно сделать И в проекте Макс, то есть, мы сделали такую штуку для продвинутых людей Когда вы каждую неделю приходите на наш вебинар Вот типа такого же, как сегодня Точно так же вы меня видите, слышите, задаете вопросы в чате, да Только там уже не 200 человек Это такой вот флут, не поделают часто, потому что бесплатный вебинар А там небольшая группа людей, которые серьезно к этому относятся К своему развитию, такие коллеги, единомышленники, да Которые уже обсуждают нюансы всех этих технологий Я показываю примеры Я показываю тут же в реал тайме Все достаточно быстро, хорошо показывает, да Там, как я код набираю, как я все это запускаю Как это на сайтах все работает Тут же все это обсуждаем На все вопросы я отвечаю То есть два часа мы занимаемся на тем, чтобы плотнее изучить какую-то технологию Если у нас тема по тестам, значит мы два часа пишем тесты Смотрим, как это круто работает И сколько времени экономим Если у нас два часа про современный CSS при процессоре Значит два часа это там пишем, изучаем Ну с перерывом, конечно Вот Если у нас тема, например, грант и гауп Значит час, допустим, грант изучаем Часть гауп И вы понимаете, что вы без этого жили неправильно абсолютно Например, если вы еще этого не знаете И так далее и тому подобное И на все вопросы абсолютно я отвечаю Как на вебинаре, так и на форуме То есть есть поддержка обязательно Потому что многие темы хочется и нужно потом изучать глубже Все равно возникают какие-то вопросы Обязательно всем выдается запись Обязательно есть поддержка на форуме Обязательно есть тусовка Обязательно есть сообщество Обязательно есть обмен опытом всего Вот, в общем, такой формат для продвинутых людей Которые хотят очень быстро освоить новые самые современные технологии Получать опыт Но вот у меня вот какое-никакое 8 лет есть веб-разработки 10 программирования Проекты делал сам Проекты делал с другими людьми Делал в команде Делал в стартапах Делал свое Делал для кого-то Делал на кого-то как фрилансер Сам нанимал То есть вот этот опыт Который кучу времени экономит Кучу сил То есть опять-таки Что изучать За что деньги платят За что деньги не платят Куда смотреть Все вот эти вот акценты Мы хотим передавать в МАКСЕ Для того, чтобы вы максимально Свою карьеру развивали Как по финансовым показателям Так и чтобы удовлетворенность Росла Чтобы круче делали Быстрее Чтобы нравилось И для этого У нас Московская Академия Компьютерных Наук существует Значит всем даю ссылку Все могут записаться Цена я думаю будет расти Значит за 4 занятия в месяц Вот таких вот продвинутых Посмотрите тема Которую вы там увидите Да всего 990 рублей Вот Я ежемесячно намного больше трачу На различные материалы обучающие Вот на курсы На наставников Там на книги И так далее Вот Но это цена Которую мы считаем доступна всем Вот Опять таки С учетом того Что ответы на все вопросы В рамках вебинара Записи Поддержка на форум Сообщество Других таких же активно развивающихся людей В общем В долларах Это 33 доллара всего лишь Вот За 4 занятия Где гарантия Что вы научитесь Ну где-то там же Что и гарантия Что вы не умрете Если вы будете учиться Вы научитесь Вы сами себе даете эту гарантию Да То есть это не для лодырей Надо четко понимать Да Вот Мы же не можем за вас работать Если мы будем за вас работать То зачем нам вас учить Вот Если вы пришли учиться Учитесь Вот А мы соответственно Предоставляем все Чтобы вы научились Помощь Ответы на вопросы Разборы Материалы Видеозаписи И так далее Да То есть Если это вам надо Вы учитесь Вы научаетесь Если это вам не надо Вы не учитесь Вы не научаетесь Здесь все просто Персональную ответственность Никто Не отменял Так То есть курс Да Не для бигиннеров Для тех Кто уже что-то знает То есть Если вот из того Что я вам назвал Для вас все новое Все новая реальность И это пугает Наверное рано Если что-то уже знаете Хоть чуть-чуть Там смотрели Джеквери Джеквери Юи Там попробовали Или там Бауэр какой-нибудь Или лес Что-то попробовали Но хотите знать больше И поняли Что вот я вам показал Что есть еще Ого сколько всего А вы это не знаете А это надо знать Чтобы быть востребованным Специалистом Это интересно знать И это полезно знать Чтобы работать Там больше и лучше Если вы понимаете Что вам есть куда расти Все это вам надо Посмотрите темы Ближайших занятий У нас расписано Очень много тем Надолго в общем То вступайте Это как некий Такой клуб Где мы обмениваемся Опытом И ангуляр будет И так далее Сколько сам зарабатываю Не скажу Неприличный вопрос Еще вопрос Как считать Потому что у меня Есть бизнес проект У меня есть фриланс проект У меня есть консультационные проекты Не буду же я вам Полную финансовую отчетность Выкладывать Неправильно это будет Поэтому Но скажу так Что хороший специалист В вебе Должен зарабатывать От 100 до 150 тысяч Спокойно И не напрягаясь Вот И это планка На которую мы ориентируемся Если вы на нее еще не вышли Мы выводим Если уже вышли Помогаем прыгнуть дальше Вот это я считаю То на что надо ориентироваться Если вы занимаетесь Веб разработкой Вот Это то к чему Мы будем помогать Продвигаться в максимуме Плюс будут приглашенные спикеры Плюс будут какие-то Дополнительные лекции Стажировки Это Больше относится К нашим другим программам Да Длительным обучающим Типа веб профи Там моб профи И так далее Здесь не про стажировку Речь Здесь про сообщество Речь про поддержку Про современные технологии Их изучение Дополнительные материалы И так далее Значит Если те кто не из Москвы Все равно можно и нужно Ориентироваться на эту сумму Потому что по миру Программистов много надо Вот Есть удаленная работа Есть интернет И так далее Для веб разработчика Это самое милое дело Есть наши заказчики Русскоговорящие Англоговорящие То есть На самом деле Поле для работы Весь мир Поэтому Нормально Так вот Значит Участвовать могут Все желающие Да У нас будут И очные Занятия То есть можно очно Приезжать на встречу В класс Смотреть что я на проекторе Показываю Общаться И можно смотреть Это онлайн Так же как сейчас Можно смотреть записи Можно общаться На форуме То есть Нет никаких проблем Из любой точки мира Пожалуйста Принимайте участие Вот Такая вот История Соответственно Сейчас уже Буду вырубать Чат Ну очное место Мы обеспечим местами Не волнуйтесь Вот Сейчас буду Вот Скоро выключу чат Напоследок прокомментирую Только вот одну вещь Вот Юрий сказал Что 100-150 тысяч рублей Это Реальная сумма Для веб-программиста Но ее получают Небольшое число Которые реально Много знают Вот смотрите Я к таким тоже Естественно Отношусь Вот И Поймите Что Во-первых Много знают Во-вторых Знают много того Что надо Что актуально Что сейчас Востребовано Да В-третьих Даже не столько знают Сколько применяют На практике умеют И знают Что применить Куда Какая лучшая технология Там К чему подходит Вот Да Когда например Нужно там сокеты писать На На Node.js Когда не нужно Когда Почему на PHP Это делать не стоит Вот Что надо делать Если есть там Допустим Сокеты И Есть там Необходимость PHP Но нет возможности То есть Много всяких вопросов Надо Уметь применять Технологии По назначению Тогда вы становитесь Классного Стребованного Специалистом И вы можете Вести проект Практически Любого уровня Сложности Ну Если он там Ваши компетенции Если вам нравится И хочется Вот для этого Мы делаем Макс Чтобы вы могли Вот туда развиваться И прийти И становиться Вот Такими же Высокоплачиваем Востребованными Счастливыми Довольными Коллегами Вот Крутыми Программистами Так что Еще раз Дублирую ссылку Все Желающие Записывайтесь Приглашаем Веду я И Периодически Приглашенные Спикера Будем рады Всех вас видеть С учетом того Что Каждый месяц Есть тема Всегда будет Как правило И по Фронтенду И По Бэкенду И по Деньгам И по Каким Очень комплексно Огромное Количество Опыта Передается И соответственно Огромное Количество Нервов Сил Времени Вы Экономите С учетом Того Что Всегда Можно задать На форуме Любой вопрос И получить На него Ответ На вебинаре Можно задать Любой вопрос И получить Насколько Углубленно Разобрать То есть Стоит Очень активно Взаимодействовать В этом сообществе И получать Огромное Количество Опыта И будете Общаться В том числе С коллегами Активно Узнавать Кто В каких Проектах За какие Деньги Собирать Команды Друг с другом Делать Какие совместные Проекты Это Очень Тоже Естественно Положительно Влияет На ваши Результаты Вот Что Мы вам Предлагаем Присоединяйтесь К нам В завершение Скажу Что Запись Этого Вебинара Будет Всем Разошлем В блоге Наверное Тоже Выложим Я еще раз Поздравляю Вас Точнее Еще раз Поздравляю С тем Что Вы пришли Благодарю За внимание Спасибо Было Интересно Вот Надеюсь Вам тоже Понравилось Вы писали Что Да Приходите В нашу Академию Там Будет Еще Намного Больше Всего Интересного Еще Много Других Тем Все Это Разобрано В подробностях Все Это Везде Вам Будет И всегда Будет Оказана Дружеская Помощь Будут Даны Ответы На Ваши Вопросы Чтобы Вы Развивались Максимально Быстро И Очень Быстро Стали Топовыми Крутыми Программистами За Которыми Будут Охотиться И Google И Facebook И Вконтакте Которым Будут Предлагать Самые Крутые И Соц Бонусы Которым Будут Предлагать Самую Легкую И Приятную Работу Удаленно И Так Далее И Тому Подобное Вот Развивайтесь Желаю Вам Успехов Удачи И На Этом Наш Вебинар Заканчиваем